165 нарушений трудового законодательства выявили с начала года на предприятиях и в учреждениях Жамбылской области. По данным трудовых инспекторов, среди нарушителей незаконное увольнение сотрудников, дисциплинарные наказания, сокрытие несчастных случаев. Предприятия не выдавали рабочим средства индивидуальной защиты. Работодатели оштрафовали почти на 3 миллиона тенге. 9 ответственных специалистов привлекли к административной ответственности. В работе форума приняли участие свыше 10 предприятий Жамбылгской, Туркестанской и Алматинской областей. Жители могут обратиться к нам в управление или подать заявление на сайт. С начала года к нам поступило 665 обращений по защите трудовых прав. По жалобам мы провели внеплановые проверки. Также были случаи, когда сами инспекторы труда скрывали несчастные случаи. По этим фактам мы тоже примем меры. На востоке Кыргызстана, в Тюкском районе, из Сыкульской области появился новый пограничный пост. Одним из первых его посетил президент Садыр Жапаров. Заставу возвели меньше, чем за два месяца. Она находится в одном из самых отдаленных горных мест на высоте почти 2300 метров над уровнем моря. Пост на границе с Казахстаном оборудован всем необходимым для охраны рубежей и проживания пограничников. На КПП также будут осуществлять контроль за потоком туристов. В минувшем году страну посетило свыше 6 миллионов человек. Большинство из России, Казахстана и Узбекистана. В регионе появилась еще одна достопримечательность. В селе Кенсу на малой родине президента открыли мечеть. Она рассчитана на полторы тысячи человек и возведена на средства благотворительного фонда. Садыр Жапаров отметил, что мечеть будет способствовать укреплению мира и согласия в обществе. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретился с премьером-министром КНР Лидзянем Бишкеки. Стороны подвели итоги совместных проектов. Среди них Белорусско-Китайский индустриальный парк сделан упор на углубление промышленной кооперации научно-технического сотрудничества. Например, один из наиболее знаковых проектов с китайскими партнерами в сфере автомобилестроения. Этому направлению в дальнейшем будут уделять пристальное внимание. В планах развивать сотрудничество с останкостроением и микроэлектроникой. Между странами всепогодное и всеобъемливающее стратегическое партнерство. Минска и Пекин оказывают взаимную поддержку на международной арене по всем ключевым вопросам. Между нашими странами установлены образцовые отношения, основанные на проверенной временем дружбе и прочном фундаменте политического доверия и сотрудничества в новую эпоху. Эта эпохальная фраза очень четко характеризует тот уровень отношений, который достигнут между нами. И любые вызовы на международной арене только укрепляют наше железное братство. В Туркменистане завершилась международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2023». На форуме собрались руководители и эксперты отрасли. Они обсудили темы, связанные с изменением климата, переходом на возобновляемые источники энергии и новой стратегии инвестирования. В этом году форум побил собственный рекорд по количеству делегатов – более 700 участников из 50 стран. На выставке свои стенды разместили более 70 компаний. За три дня ее посетили около 10 тысяч человек. У меня достаточно опыта в инвестиционной деятельности и могу с уверенностью отметить, что данный форум создал еще больше возможностей для развития нефтегазовой отрасли Туркменистана. Мощный форум, мощная выставка с огромнейшим количеством участников. Международный формат просто впечатляет. Столько интересных встреч и на полях форума, и в рамках выставки. Позволили и рассказать о своем огромном опыте, а также получить информацию и опыт компании, с которыми, возможно, будем очень активно сотрудничать. Евросоюз предложит работу над расширением. На данный момент шесть стран региона стремлятся вступить в сообщество и находятся на разных этапах сближения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн в ходе делового визита в Северную Македонию. Сообщается, что Брюссель готов выделить 6 миллиардов евро инвестиций. Это позволит удвоить темпы роста ВВП западно-балканских стран до конца десятилетия. Кроме того, местным компаниям предоставят доступ к единому европейскому рынку. Но для этого страны должны привести свои рыночные стандарты в соответствии с нормам Евросоюза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова